В День защитника Отечества 3 февраля в Центральном военно-морском музее большой праздник. Около 150 школьников из Волхова, Сертолова, Луги, Тосна и других районов Ленобласти вступают в ряды юноармии. По традиции новобранцы принесли клятву на верность России и военно-патриотическому движению. А затем молодому пополнению вручили нагрудные знаки юноармейцев. Для нас честь в этот день вступить в ряды юноармии и служить на благо России. Юноармейцы в праздничный день стали первыми посетителями уникальной выставки, приуроченной к столетию создания рабоче-крестьянского Красного флота. Экспозицию составили вооружение, экипировка, плакаты времен революции и гражданской войны. В центре зала разместили флаги красных военных моряков с эскадренных миноносцев и первый флаг, переданный Балтийскому флоту после подавления мятежа на Красной горке. А также воспевающие красных героев скульптуры. Среди них выполнена из дерева композиция, посвященная 36 морякам, расстрелянным на острове Нарген. Автор нашел вот это дерево, на дереве были вырезаны заметки, там два черепа и крест. И вот благодаря вот этим вырезкам удалось установить первую могилу расстрелянных моряков. И вот эта скульптура как раз срез этого дерева, где находилась могила, где были расстреляны эти моряки. Литмотивом выставки могли бы служить строки «Мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем». Горячие, полные ярости и пролетарского энтузиазма годы. К этому времени можно относиться по-разному. Но важно одно, что за 20-летие советской власти к 40-м годам страна получила боеспособный флот, который смог противостоять мощным военно-морским силам вермахта. Государство всегда заботилось о своем флоте, потому что есть флот, есть государство. Нет флота, нет государства. И вот этот период, который мы показываем, это примерно с 1920 года по 1940 год, был очень интересным не только в истории строительства флота, но и для всей страны. Это первые пятилетки, когда на самом деле на пустом месте создавались целые отрасли промышленности. Многие экспонаты выставляются впервые, как, например, вот эта картина художника по фамилии Земляк. Полотно создавалось на протяжении более чем 30 лет и изображает вечер народной самодеятельности на флоте. Модели первых советских кораблей, награды революционных моряков и документы тех лет, собрание уникальных предметов, благодаря которому посетителей, в первую очередь у молодежи, сложится яркая картина, повествующая о рождении Красного флота и подвигах его первых командиров. Субтитры создавал DimaTorzok